Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Тренер в школу пришел и набирал ребят из класса. Вот мы пришли, наверное, на первое занятие, пришло, наверное, человек 80, наверное. Ну и потом с каждым днем все меньше и меньше, и осталось человек 15-18. И вот мы всю школу в Удив-Суша прошли этой командой 80-го года. Сначала не было желания играть в воротах, я играл в поле, играл, и потом познакомился с Алексеем Поляковым. Это сейчас он был в локомотиве, в московском играл в Самаре. Вот он как-то посмотрел на него, как-то тоже захотелось в воротах играть. И решил с ним заниматься. Вот мы тренировались с ним на лугу, там, на стадионе, и решил стать вратарем. После этого и пошло. Так мы тренировались в маленьком зале, первый, второй, третий класс. Вот так вот, в ДК, в городе ДК, да, маленький зал там был. И мы, я и мой друг Алексей Колесников были самые младшие в группе. Ребята там были разного возраста, 77-го, 78-го года. Вот мы двоем тренировались. Потом нас Юрий Николаевич передал другому тренеру, как раз вот Сергею Ивановичу Абанчину, который, у него был главный год, 80-е. Вон туда мы попали, и встал уже. Там первые два года я был игроком, и потом решил надеть перчатки, и вот до сих пор их не снимаю. У меня мама парановец в магазине была, потом учительница и лаборантом была в школе. Папа у меня сварщик, там какой-то, высшего разряды, да, работал на химическом заводе, в Шебекино химический завод, в центре города, да, вот. И вот раз, и брат у меня младший, 88-го года, Андрюшка. Он играет в Зайна Ромаш Бенгард во второй линии сейчас. Надеюсь, это его переходной этап, как у меня, и после 28 лет у него все получится. Тут мама, у меня как с самого леса, у меня папа, и по стадионам, и на лыжах мои, и в теннис играли, и в футбол, так что я рос необделенным спортом. Мальчик и благодарен своим родителям за мое детство, да. С папой даже ездили в Харьков. У нас Харьков находится километров 70, наверное. От нас мы ездили на футбол, у Харьковский медалист играл, и Зинома Киева мы играли, еще эти деревянные лавочки. Помню дорогу от автовокзала до стадиона, так что воспоминания очень яркие. Так что здесь были предпосылки, но не было, что такие именно большие предпосылки будут для футбола. У меня супруга домохозяйка, воспитывают детей. Трое детей у меня, мальчишка, Сережка, 10 лет, и две двойняшки, дочки, Настенька и Катенька. Вот так, как по 6 лет, и мы и в Сайху, и у нас еще, наверное, в школу пойдут. Так что у мамы прибавится работы. Сережка ходит в Рубин, в школу занимается, тоже вратарь, тоже перчатки тросит. Так что занимается, вроде нравится ему, и нравится падать. Первые, сколько, 5-4 года был игроком, он сейчас в апреле подошел, говорит, пап, я хочу быть вратарем. Говорит, ну, хочешь, будь. Ну, и вот он. Пошли, купили штаны ему вратарские на перчатке, вот он сейчас тренируется, не знаю, как так. Иногда, получается, приходить на тренировки, это вроде так, ничего так. Посмотрим, что дальше будет. Просто я любил футбол, всегда мечтал об этом. Играть на хороших стадионах, мечтал играть за «Спартак», за сборную страны. И получилось, что фарт или, не знаю, как, удача шла со мной рядышком, и вот я добился того, чего добился. Право, «Спартаки» не ровно, но теперь Рубин для меня мой «Спартак». Все вратари «Спартака», наверное. Первый, конечно, это Ринат Досаев был, потом и Черчесов, и Сталыч, и Тяпушкин, и Нигматулин, и Филимонов. Так что, пока я не попал в «Сатурн», в дубль, у меня все вратари были «Спартака» любимые. Ну, и потом в «Сатурне» уже как-то более на профессиональном уровне, уже стал переживать за свою команду, и как-то более-менее охладел к «Спартаку». И сейчас просто интересно против него играть. В 2005 году, вот мы были в апреле, вот я запомнил это очень четко, что в апреле 31 день, в общем, там 33 взрыва было. Да, это как раз возле бани, когда наших военнослужащих взорвали. Да, и как раз у меня парикмахерская была недалеко, я ходил в среду по домам от этих взрывчаток. Ну, так жутковато, мы старались не уезжать туда, в этот город. Ну, с другой стороны, они как бы, как их называют, маджахи, как бы, байники, или как они, как бы, милиционеров только, или военнослужащих взрывали. Так что, если ты там не ходишь рядышком возле них, то можно спокойненько. Мы в кино выезжали, в рестораны покушать, великолепный, ситровый шашлык там, с осетрины очень классный был. Так что, положительных эмоций тоже было. И супруга приезжала беременна, там два месяца жила на квартире. Так что, ну, можно и плюсики, и минусики найти. Вот, наверное, поляп, наверное, как-нибудь узаконил, чтобы как узаконили пластмассовые сидения, и пластиковые сидения, и подогрев поле, наверное, поляп. Потому что, позавчера, что Амкар с Уралом, ой, Амкар с Самарой и Урал, это очень, конечно, плачевно смотреть. Вот, наверное, поля, да. Ну, я не сторонник из собственных полей, конечно. В Самаре летом очень шикарное поле. Просто, я не знаю, погодные условия. Может быть, после восемь лета можно было лимит отменить. Ну, может быть, ну, я думаю, там в РФС сидят люди не менее умные, чем я, и они найдут, как сказать, струнки, подёрзутся, какие законы принят, чтобы российский футбол вышел. Особенно после, я думаю, после 2018 года, после наших стадионов, после, когда весь мир посмотрит, какая у нас, какая наша страна, они поймут, что какие мы дураки были, что санкции вели. Так что, я думаю, все будет хорошо. Мне больше нравится весна-осень. Почему просто в одном, как-то пауза между кругами два месяца, два с половиной месяца, тяжело это переносится. И, во-вторых, это пауза между чемпионатами месяц. Вот, и Арсенал Тула в том году стал заложником этой системы, что не успели команды подготовиться, не селекцию провести, и уже в бой врынулись. Так что, я думаю, что, ну, и по годам. Ну, по годам стоят мы и так играли. Заканчивали в конце ноября, да. Но, ну, можно было, я думаю, на весну-осень перейти обратно. Не помню, если честно, первую реакцию. Ну, я знал, что он мало говорит, много делает, да. Я знал, что он требовательный. Я знал, что он любит дисциплину. И я знал, думал, что, ну, как сказать, по кавказским, по азиатским меркам, там, в принципе, там, уважай старших, да, там, я не знаю, там, снимай обувь, когда ходишь, думаю, да, вот такие понятия. Я думаю, и мы близкие были. Вот, и я по этим понятиям старался. Как войти в доверие. Ну, я думаю, для Курганбекевича, чтобы войти в доверие, главное, меньше голову отпускать. Потому что, получалось мне, нет, это ему решай. Так что, вот таким Курганбекевич. Ну, а потом он раскрылся, и он меня, наверное, лучше узнал, а я его лучше узнал. И с помощью Виталия Витальевича тоже немного работали, я тоже где-то мне подсказывал, как себя вести. Не в обиду было сказано всем тренером, у которых я был. Но Курганбекевич, я думаю, нету мелочей. Нету мелочей ни в чем. Не околофутбольном деле, не в футбольном, и тем более на поле. Так что, очень скрупулезно разбирает соперника, очень скрупулезно разбирает свою игру, своей команды. Тактически выучен очень сильно, и главное, он этому может все научить. Он знает упражнения, знает, как объяснить футболисту ту или иную задачу, которую он ставит перед ним на поле. Так что, я думаю, он для меня первый тренер. Первый тренер, вот, в обиду всем остальным сказанным. Мне нужно вспомнить танец. После второго чемпионства мы сыграли мячу с день там 0-0 дома. И он заходит в раздевалку, все празднули, а потом он начал танцевать, конечно. Так еще такой энергичный танец был, да. Меня это очень удивило. Я сидел в углу, и там все ребята начали аплодировать ему, и все смеялись. Так Викиевич разрядил, знаете, как такое ощущение, что у человека этот год был такой напряженный, что через этот танец он всю радость, все свое напряжение снял и радостью поделился с нами. Ну, такой момент был. Были суровые, всякие суровые моменты были, и веселые были моменты. Ну, вот больше мне только хорошего, только хорошие победы. Победы над Барселоной. Когда его стыд, когда на коленях я вспоминаю, я ж мурашки по коже бегу, да. И в Тель-Авиве мы играли с Израилем, первый там весь дождь шел, сильный дождь, проливной дождь, он стоял. Без зонта, в пиджаке с командой мы 0-0 сыграли ответный рот. Так что Курбан Бикиевич, так сказать, для меня, он может быть, чуть-чуть корректировать его, и мог стать, ну, для меня это лом, главного тренера команды. Может быть, феномен был у Рубина, когда был Бердей здесь, да. Сейчас Рубин потихонечку начинает жить без него, без ауры его, перестроения, да. И не только в команде, да, но и во всем, в клубе. Вот, и я думаю, поэтому у нас чуть-чуть забуксовка в результатах. Мы последние шесть лет играли все время в игроку, когда в тот год пропустили. Ну, я думаю, что наладимся. Ну, не забывайте, что у нас был подбор игроков, чуть, ну, как сказать. На игроков денежку тратили, да. А сейчас это у нас фэрплей, чуть-чуть сжали, и тяжеловато. Ребята, вот молодежь, берем своих воспитанников, но это тоже без этого никуда. Отлично сыграли, что. Без удачи, конечно, нельзя было так сыграть, но кампо бы играть, никто об этом не мечтал. Я стоял перед матчем, когда этот гимн Лидии чемпионов играл, думал, лишь бы не семь пропустить, можно пять, но не семь, только. Опять еще, они еще перед этим три игры, что ли, с общим счетом 19-1 выиграли, и я был. Думаю, лишь бы не семь. Вот так вот. Ну, и ребята, конечно, мы целую неделю готовились. Крой Бомбекевич, теории у нас были, я готовил ребят, так что ребята полностью. Просто на 110% выполнили установку, и Сашка, конечно, забил нужный гол на третьей минуте, да. И как Денис, с Чурей разорвали комбинацию, так что в защите ребята все бились. Так что, я думаю, эта победа потом кровью была достигнута. На тот момент Борселона был лучший клуб мира, и, ну, честно, если я... И вот я еще раз повторяю, я шел, чтобы 7-0 не было. 7-0, 3-0, 5-0, это приемлемо для меня. Ну, только не 7-0, я знал, что нам очень было тяжело. Лучшие футболисты, они в расцвете сил были. И я только поверил победе, когда уже в развилке сидел, что мы выбрали Борселону. Люди, которые умеют на поле все. И вроде ждешь передачу низом, там, через стеночку они возьмут черпачком, перекинут через защитника. Очень умные, сильные футболисты и уникумы, уникумы. В третьем году стали и обронзами, да, в восьмом мы стали чемпионом, и в девятом. Там, оба, хоть Рома Шаронов говорит, что в 2009 году более достойные мы выступили. И там победы у нас крупные были, и играли у нас уже, игра была более такая осмысленная, да. В 2008-м нам приписывают все оборонительные футболы, там, за счет дисциплины, за счет характера, да. Мы выиграли за счет обороны, мы выиграли. Ну, а в 2009 году, там уже у нас появилась связка Чорь и Бухаров. Они пошли за лоб забили, Чорь признался лучшим футболистом того года, чем Брата России, так что уже полегче было, да. Уже поувереннее мы чувствовали себя, и там 10 у нас победка с крупным счетом была. Мы меньше всех пропустили, больше всех забили, так что, я думаю, достойно стали чемпионами. Спасибо. 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 Спасибо.